добрый день я хочу вам рассказать свое мнение о том что происходит на данный момент у нас в частности на телевидении вся сила наша осталась после того бардака который нам истории в стране с чиновничеством которое суди за взятки выносят любой приговор и не стесняясь наглую говорят сколько это будет стоить значит ну вместе с ними как говорится и следователи и прокуратура в какой-то степени тяжелой ситуации в стране я все время предупреждал о том и говорил писал что недопустимо влияние отрицательной связанный с гипнозом с посылом информации отрицательной использование телевидения никаких следов того что хоть что-то было сделано все возмущаются тем что у нас цензура и все остальное а цензура должна быть на такие вещи не забывайте что гарвардский протокол секретный американский разрушил ссср а сейчас идет действие хьюстонского протокола у нас в нашей стране самое сильное это русский дух тот который веками у нас создавался и который является именно он больше всего не нравится и в первую очередь они рушат именно устои духовной нашей родины нашей страны они понимают что мы отличаемся от них этим и отличаемся в лучшую сторону и на нас лежит вопрос созидания на земле они на них и что получается нтв когда много передач у них вполне приличных вечером запустила передачу опекун это кошмар это кодированная кодированная информация кодированная дьяволизмом злом разрушением и к чему это может привести в дальнейшем будет видно в любом случае сами артисты которые в этом участвуются за ними нужно теперь следить психологом потому что могут быть и суициды но могут быть совершенно необъяснимые поступки которые происходят после этого тяжелый тяжелый по восприятию фильм это уже даже не двадцать пятый кадр когда глаза не видят а мозг считывает информацию это гораздо тяжелее кодировка там и кодировка именно на зло на разрушение и тот кто это делал делал здорово то есть добился того чего хотел просто так это не делается учитывая то что я говорил про американцев значит я бы присмотрелся к тем кто создал этот фильм и что они вообще из себя представляют таким людям запрещать близко подходить к экрану создавать чего-то здесь должна быть не просто цензура должна быть цензура даже фсб потому что не отдают отчетности люди то что делают у нас был же случай это когда кашпиротский гипнотизировал по телевизору а через полгода был ельцинский майдан который привел к значительному разрешение нашей страны и заложил устои того что продолжается сейчас и больше развивается ситуация прям могу сказать безобразная значит чиновничество разложено полностью и как это дело поменять всех выгнать вроде не решение должны быть жесткие законы установлены жесткие запрещающие то-то то-то и то-то и наказание должно быть зесточайшим тогда пускай люди выбирают сами как и преступный мир риск относительно того что они получают что пересилит у человека и умные люди поймут что нельзя так идти дальше если будет жестокое наказание она остальных будем выкорчевывать вот так вот опекун это безобразие мне жалко главную актрису который ходит как под гипнозом все артисты вялые значит если хотите знать чем кончается судьбы артистов которые выступают в аналогичных вещах посмотрите историю в голливуде найдете не одну чем это кончается поэтому я говорю мне противно это говорить уже который раз потому что не слышат хотя те же чиновники не слышат им они не понимают куда можно влезти едя таким путем туда откуда не вылезешь безобразие безобразие и с этим нужно бороться по-настоящему по-настоящему должен быть закон запрещающий использовать на телевидении в любой пропаганде зла скрытой и открытой безразличная гипноз ли это или другие формы передачи информации на телевидении это недопустимо ну пора браться за ум и все думают что что-то произойдет ничего не происходит время идет и время идет и владимир владимировичу нужно пересмотреть свою позицию во времени потому что пусинное время это опять потерянная духовность стороны потому что те которые дали взятку это уже не человек а тот кто взял и подавно значит вы сами должны понимать что ничем хорошим это не кончится если это не принять заранее жесткие уничтожающие на духу это безобразие до свидания удачи и родина для меня она превыше всего как всему моего рода орловых а другие пускай сами выбирают свой путь до свидания здоровья и родина 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 с 0 0 0 0 0 0 0